Уже несколько лет в Украине проходит реформа децентрализации. Ее называют и не только наши политики, одной из самых успешных, из тех, которые начали реализовывать после Майдана. Но вот что странно. Если спросить людей на улицах о децентрализации, то вряд ли они сразу скажут, что у нас работает такая успешная реформа. Почему так происходит? И что реально изменила эта реформа в Украине? Смотрите далее. Что изменилось за 4 года реформы децентрализации и куда идет Украина? Обсудить это в Винницу съехались почти все топ-чиновники страны. Открывает заседание президент. Хочу вас приветствовать. Первый в истории Украины. Если мы берем трансферты на местные бюджеты, больше 50% с введенного бюджета належат местным бюджетам. Мои виталия. И сегодня разом с грошами мы переходим к ответственности. И деньги, и ответственность есть уже у более шести сотен громад. Показатель неплохой, но не все еще решаются на объединение. Реформа децентрализации еще не завершена. Из-за планированного прописать в Конституции четкое разделение полномочий и ответственности центральной власти и местной. Не так давно, где-якие безответственные местные рады, политиканы, точнее, не местные рады, пытались запустить что-то на кшталт парады суверенитета. Этого никогда не будет. Я не дам. Кто-то будет бороться в суверенитет, получит абсолютно четкую ответственность. Сегодня они угод вымагают. Завтра Украину продадут. Международные эксперты, которые присутствовали на совещании, назвали реформу децентрализации самым большим достижением Украины. Наш путь в Германии был намного легче. А для того, чтобы провести реформы в такой огромной стране, как Украина, вам нужна сила, твердость и убеждение. Европейские партнеры поддержали Украину в реформировании и готовы делать это в будущем. О проблемах, которые тормозят реформы, главы громад говорили охотно. Ведь проблемы у всех одни. Дефицит субвенции на образование и медицину. И бюрократия, которая мешает работать. На сегодня финансовая поддержка экономического развития громад за кошты государственного бюджета и регионального развития действуют, на жаль, централизованные. Через областные государственные администрации, однако, ОДА не выполняют норму закону о том, что до терминов розгляда, внесенных громадами проектов. Их фактически финансирование происходит в лучшем случае с середины бюджетного года. В зале эти вопросы вызывают дискуссию. По мнению премьера, местным властям нужно стать более самостоятельными и научиться управлять ресурсами и финансами. Как один из вариантов дать возможность громадам самим распоряжаться с сельхоземлями. По установке уряда, мы уже сегодня, вот сегодня будут переданы 27 территориальных громадам Украины, объединенным, будут переданы с земли. Сотни и тысячи гектаров. И я хочу подкреслить, что в другом пункте в этом решении написано, что теперь его кадастр не может распоряжаться с этими землями без решений местной власти. Вот шлях. Объединуйтесь, становитесь сильнее, отримуйте ресурсы и движемся вперед. По итогам заседания в Виннице подготовят программу развития Украины на несколько лет. Павлина Василенко, Богдан Савруцкий. Подробности недели. Телеканал Интер.